Вопросы, которые рассматриваются под хадисами 894 и 895. Говорит Таариф уль-Карат. Первый вопрос, определение того, что такое Карат. Ма'нау андаль вулама, понятие слова Карат у ученых, фитха, то есть андаль вулкага, а нет фааражилюн иля ахар мадан ият таджру ла фиги. Говорит, когда один человек передает другому человеку определенное имущество, чтобы тот второй, опираясь на это имущество, торговал, то есть пустил это имущество в дело и начал на основании его торговать. Говорит, аля анна ма хасвала мина рибх бейна му ма. С условием, что тот заработок или та прибыль, которая получится от этой деятельности, будет между ними аля хасби ма и штаританихи. В тех процентных соотношениях, на которых они сойдутся и на которых они обусловятся. Допустим, 50 на 50 или 30 на 70 или 60 на 40 и тому подобное. Это уже как они сами договорятся. Говорит, люди хиджаза, то есть на языке хиджаза, этот вид торговли называется кират. А жители Ирака, то есть на языке Ирака, этот вид торговли называется как мудараба. То есть и на сегодняшний день действительно более распространено слово мудараба. То есть как бы более известно у ученых по фитху слово именно мудараба. Что касается того, почему этот вид торговли называется словом кират, то некоторые сказали, потому что слово кират от глагола кирата несет значение ката, то есть обрубать или отрезать. Как будто бы тот, который передает деньги, обрубает или отрезает из своего общего имущества какую-то часть и передает ему это, его этому рабочему. А тот, в свою очередь, когда забирает эти деньги, потом, когда получает определенную прибыль, обрубает или отрезает от этой полученной прибыли часть и отдает ему тому, кто передал ему деньги. Понятно ли это? Поэтому возможно называть словом кират. А некоторые сказали, что это от глагола кирата и от его значения мусава и муазана, то есть равенство. Говорит Юкаль, когда говорят, уравнялись два поэта, когда один уравнялся со вторым в стихах. А что касается этого вида торговли, то в чем здесь равенство и в чем здесь подобие? То есть один человек отдает деньги, другой человек работает, фатавазан, и этим они как бы уравниваются. Вот осми этого мудараба, а то, что касается того, почему этот вид торговли называется мудараба, то возможно это взято от глагола, то есть бить по земле. Имеется в виду отправляться по земле для торговли. Как говорит Всевышний Аллах, А остальные бьют по земле, имеется в виду, остальные двигаются по земле, путешествуют по земле, ездят по земельным различным участкам и занимаются торговлей. Не имеется в виду, занимаются торговлей самими земельными участками, то есть имеется в виду по земле вообще ездят, в различные города, в различные деревни и тому подобное. А возможно от слова, от другого выражения, когда каждый из двоих ударяет своей долей в рибх, то есть в общий заработок. Этот берет из общего заработка свою долю, второй берет из общего заработка вторую долю. Возможно, этот вид торговли назван словом мудараба из-за этого. В этом вопросе мы выяснили, что такое мудараба и почему слово карат или мудараба названо таким названием, или этот вид торговли назван таким названием.